Не обязательно выигрывать эти кубки, в первую очередь нужно было только команда действовать, взаимодействие между линиями и партнерами вообще и так далее и тому подобное. Но выиграть всегда приятно и все-таки это положительные эмоции, плюс ко всему трофеи есть трофей, поэтому к этому нужно стремиться, какой бы он ни был, большой или маленький, грань, как ребятам я так и сказал, что рань между большим и маленьким трофеем маленькая, поэтому нужно работать, чтобы из этого маленького получился большой трофей. Первые слова ребятам, я сказал, что это действительно великий тренер, который опередил время, я сказал, 10 лет сборная Украина не побеждала, пора бы, все-таки это наш великий тренер и вот этот трофей нужно оставить у нас. В принципе ребятам спасибо за это, они это сделали, молодцы, да много было и ошибок и много чего нам придется разбирать, но тем не менее я хочу их поблагодарить и поздравить и Украину и всю команду. Полезный, скажем так, финал для нас, полезной информации для тренеров и плюс то, как развивался матч, может быть это нас в будущем закалит и даст нам определенное преимущество, то, что как перестроились, да, тяжело, да, великолепно наш ротарь действовал, да, индивидуальное мастерство Мудрика тоже сыграло, ну поэтому из тех моментов, которые были негативные, мы выберем самое лучшее, наоборот позитивное, поэтому опять-таки для тренеров много пищи, нужно ребятам много объяснить, много следующий сбор рассказать, ну а ребята пускай празднуют пока. Артем сам все понял, он даже, наверное, объяснять здесь ничего не нужно и я ему тоже сказал, что не нужно, уже ты ничего не вернешь, просто это те урок на будущее и хорошо, что в таких матчах он прошел успешно, скажем так. Да, у нас сентябрь уже официальные матчи, отбор, поэтому времени у нас немного и попытаемся сделать трехдневный сбор небольшой перед сентябрьским матчем, если нам клубы пойдут на встречу, то мы будем им благодарны, нам бы хотелось бы все-таки собраться, потому что есть ребята, которые присоединятся к нам и они у нас ни разу даже ни одной тренировки не были. Ну сборы, скорее всего, что, наверное, будут в Киеве, если нам пойдут на встречу, ну а матчи и вообще сборы уже официальные, то это будет в Запорожье. Вас на каждом матче поддерживает ваша семья, вы играете с детьми в футбол? Ну конечно, это моя поддержка, опора, вот и мне очень приятно, что они всегда на матче, всегда меня поддерживают, это все-таки такие эмоции, которые для меня очень важны, это поддержка именно семье. Приятно разделить, так? Конечно, конечно, конечно. Перемогать в турнирах завжди приятно, особенно когда украинские команды не могли перемогать в этом турнире больше 10 лет, это приятно. Звичайно, перемоги надихают, потому что в период вересня у нас ждут важкие игры в квалификации на Евро, и это достаточно позитивные эмоции перед этими сборами. Все игра, которая вышла, потому что мы больше 1,5 тайма играли в меньшинстве, вся игра была тяжкая, не можно выделить один момент. Ну, таких комарей нет, подобается игра Эдерсена из Манчестер Сити, игра ногами в минулому, и Крикасилас на таких, больше на их игру. Как для меня это была первая игра на таком стадионе, звичайно, приятно, акустика и другие позитивные. У нас была контратака, я поддержал контратаку на полной скорости, мы выбежали, я потом отдал пас, я забил. Какую задачу, благодаря замену вам тренер ставил? Ну, сказал помогать, помогать своему защитнику, говорит, чего там у нас не хватает, там такое, 1-1 обыгрывать, и вот такое. Очень благодарен всем своим фанатам, болельщикам за их поддержку, мне очень приятно, я их после игры поблагодарил, это хорошая мотивация. Люди могут много говорить, но игра сама скажет за себя, ведь 10 лет не выигрывали этот турнир, очень хотелось, ну, и мне, и команде, очень хотелось снова забрать этот турнир себе, тем более, недавно был день рождения еще у Валерия Лобановского, и хотелось, как вот, такой вот сделать, ну, выиграть, хотелось очень этот турнир. Когда остались в 10-ти ровно, были опасения за итоговый результат? Ну, нет, я верил в команду, верил, что мы сможем затерпеть, и, ну, получилось так, как, так как и суждено было быть. Мы готовимся, будем готовиться к официальным играм, я думаю, еще будет какой-то, может, сбор, который, ну, может, еще нам чуть-чуть сыграться, ну, мне кажется, и так уже хорошая сыгранность, и так уже команда в хорошей кондиции. Ну, как бы я ни сыграл, повторюсь, не раз говорил, хорошо, плохо, я всегда хочу играть лучше, и, ну, даже в этой игре, ну, я доволен, ну, не, конечно, я доволен сегодня своей игрой, но я всегда хочу играть лучше. Субтитры сделал DimaTorzok